Приветствую вас, дорогие подписчики и гости канала! Как ни странно, но сегодня мы готовим опять шашлык и опять вкусный! Советую посмотреть этот ролик полностью, потому что, на мой взгляд, полезная информация будет от начала до конца. И уже по классике берем именно свиную шею, у меня тут 3 килограмма. Нарезаем мясо, как обычно, на кусочки весом около 50-60 грамм. Их размеры примерно 3 на 3 сантиметра. Добавляем 1 чайную ложку черного перца крупного свежего помола, 2 чайные ложки копченой сладкой паприки, 2 чайные ложки орегано и 1 или 2 чайные ложки сушеной аджики. В зависимости от ее остроты, потому что они все разные. В этом маринаде лука возьмем в пропорции 1 к 3. Я взял примерно 1 килограмм. Нарезаем его, как вам удобно, это и не важно. Судя по тому, сколько я уже нарезал, тут уже есть 1 килограмм. Последнюю луковицу убрал. Лук хорошенько мнем, чтобы выделил сок и отправляем к мясу. И вот теперь добавляем соль. У меня тут морская. На 3 килограмма мяса 3 чайные ложки. Сыпем прямо на лук, чтобы он выделил еще больше сока. Конечно, это еще не весь маринад, но все перемешиваем, массируя и сжимая мясо, чтобы все специи хорошо прилипли. А вот теперь добавляем главный ингредиент. Сухое белое шампанское. Если вы попробуете использовать тигристое в качестве маринада, то вы будете крайне удивлены результатом. Данный напиток можно назвать по-настоящему аристократичным. Поэтому нет ничего удивительного в том, что его часто используют в высокой кухне, во многих ресторанах при приготовлении шашлыка. Шампанское влияет не только на физические показатели продукта, смягчая волокна, но и передает особый аромат и оттенок вкуса. Маринад на основе газировки хорошо размягчает структуру мяса и ускоряет сам процесс, а специи лучше впитываются. На 1 кг мяса достаточно 150 мл игристого. После того, как добавили шампанское, хорошо его распределяем между всеми кусочками мяса, уже не перемешивая. Стоит отметить, что такой маринад способен даже самое жесткое мясо превратить в мягкое, буквально за 1 час. Но будет еще лучше, если отправить мясо в холодильник буквально на 5-6 часов. Этого уже максимально достаточно. При нанизывании мяса на шампура не забываем убрать кусочки маринада, чтобы не подгорели. Хочу заметить, аромат уже обалденный. Отправляем на мангал с хорошо подготовленными углями. Жарим шашлык, привычным для всех способом. А как жарю шашлык я, я уже много раз говорил, не хочу повторяться. Когда смотрите это видео до конца, переходите на мой канал, там вы найдете еще много разных рецептов шашлыка. Ну а этот шашлык, как всегда, получился, ну, очень мягким, сочным и ароматным. На вкус просто бомба. Это не передать. Надо пробовать. Огромное спасибо всем, кто смотрит и поддерживает. С вами был Андрей Кошелев. Редактор субтитров А.Семкин